Здравствуй, Машенька. Вас немного. Я не знаю. Представители Солигорской районной организации Белорусского общества Красного Креста совместно с волонтерами средней школы номер 4 посетили детскую городскую больницу. Школьники вместе с педагогами и председателем Солигорской организации Белорусского общества Красного Креста Ириной Фетисовой принесли самое необходимое. Памперсы, одежду, средства гигиены, концтовары, игрушки. Болька любого ребенка, на нее надо откликаться добром. И надо каждому ребенку стараться как-то помочь, чтобы все дети были счастливы. Поэтому мы решили, узнали, что есть два отказничка у нас в нашем детском отделении. Мы решили помочь не только этим деткам, но и всем детям, которые в этой помощи нуждаются. Потому что здесь лежат дети из семей СОПовских, социально опасных. Здесь, может быть, лежат такие детки, которым родители не все могут купить, не все позволить. Поэтому мы собрали какие-то совместные усилия с четвертой школой, собрали какие-то средства. Это Маша. Девочке один год. Месяц она находится здесь, в детской больнице. Малышка была признана находящейся в социально опасном положении. А Маша вместо родителей заботятся медсестры. В ближайшее время Маша будет определена в приемную семью. С семьей проводится работа. С Машиной семьей проводится работа. Ребенок не отобран. Он просто временно находится под опекой государства, можно так сказать. Маша хорошая девочка, которая у нас уже месяц находится. Ну вот, скоро будет определена в семью. Сейчас в детской больнице двое детей, кроме Маши, здесь находится полуторамесячная абсолютно здоровая девочка, которую мать отказалась забирать из роддома. Но, как бы ни заботились о детях-отказниках медсестры, никто не заменит тепло родной мамы. Родителям всегда дается шанс исправить ситуацию, завязать с алкоголем, но это не всегда нужно им. Дети вынуждены находиться в больнице до того момента, пока не решится их судьба. В больницу детей привозят, чтобы исключить опасные заболевания, собрать необходимые медицинские документы или провести лечение. В Солигорской детской больнице выделена палата для таких детишек. К счастью, занята она не всегда. О наших детях заботятся. Мы знаем, что их здесь прекрасно кормят, с ними здесь играют. И, в принципе, за ними здесь ухаживают. Вот, говорят, она начала, когда попала сюда, больше разговаривать с сотрудниками и, как бы, больше играть. Таким детям, конечно, нужно помогать. Я пришла впервые, девочке было очень жалко, но девочка такая хорошая, всегда радость только помогать таким деткам. Очень жалко девочку, что так случилось. Слезы на глазах действительно трудно сдержать, когда видишь, что ребенок одинок при живых родителях. Мы всегда очень рады, когда к нам приходят. Особенно мы гордимся, когда приходят к нам детки. Потому что все-таки, когда волонтеры Красный Крест приходят дети, они учатся быть добрее. Они учатся какому-то милосердию. То есть мы всегда ряду всех принять. Мы всегда рады какой-то спонсорской помощи, будь то одежда, будь то памперсы, будь то еще что-то. Мы всегда приглашаем всех. От нас, от руководства детской больницы, от работников мы поблагодарить хотим наших юных посетителей, и классного руководителя, и организатора Красного Креста. Мы очень признательны, и я думаю, что наши маленькие пациенты тоже были рады. Волонтеры Красного Креста регулярно оказывают помощь детской больнице. Это также может сделать любой желающий.